Делай проще! Предположим, к тебе через час припрется куча друзей, и их чем-то надо накормить. Не так важно, дома ты и у тебя есть духовка, или ты на даче и у тебя есть гриль. Можно сделать шашлык, это очень круто, все любят шашлык. Ну, во-первых, его нужно резать, во-вторых, его нужно достаточно долго мариновать. Можно, конечно, потратить часа четыре и сделать лобстера под соусом бешамель, но это друзья пьяные точно не оценят. Короче, что сделать, чтобы через час накормить кучу народу, но при этом не особо запариться, и чтобы они были довольны, но не перерабатывать. Берем пару-тройку поддонов обычных куриных крыльев. На каждый поддон берем одну головку чеснока. Чистим чеснок. Как-то аккуратно это делать совершенно не обязательно. Чем сильнее долбанул, тем быстрее он вываливается сам из своей кожуры. Короче, как вы поняли, чеснока много не мало. Делай проще, резать чеснок не надо, просто вот так вот его давим. Теперь берем пару обычных пакетов. Можно таких, можно обычных просто пакетов, которые закручиваются, заворачиваются как угодно. В пакет добавляем горсть чеснока, заливаем полстаканчика соевого соуса. Чем гуще, тем лучше. Выдавливаем примерно чайную ложечку горчицы, столовую ложку кетчупа, чайную ложку с горкой меда, и можно маленько паприки. Или приправа курицы, если она у вас есть. Закрываем наш чудесный пакет. И просто все это дело вот так перемешиваем, чтобы мед и все остальное разошлось. Соли не надо, соевый соус достаточно соленый. И просто переправляем туда наши крылья. У меня два таких пакета, половина в один пакет, половина в другой. Закрываем, оставляя небольшую дырочку. И через эту дырочку высасываем весь лишний воздух. Получается вот такой вот почти что вакуумный пакет, в котором маринад шикарно обволакивает крылья. И оставляем так просто на час. Кто не запомнил, чеснок, соевый соус, немного кетчупа, немного горчички, немножко меда, чтобы все это дело карамелизовалось еще быстрее и сильнее. И если есть какая-нибудь приправа. Ну, у меня копченая паприка, она зашибись. Перетрясли все это дело, перемесили, но потому что когда там уже крылья, это делать тяжело. Можно порвать крылом пакет. И кидаем туда крылья на час. Если хотите оставить крылья в маринаде на ночь, разбавляйте соевый соус водой в 2-3 раза, иначе будет слишком солоно. И просто вываливаем все это дело вот так вот каким-то образом на решетку. Можно взять и шампур, но это будет дольше. Гораздо больше крыльев помещается, если вот так превратить их в треугольнички. То есть берем каждое крыло и заворачиваем ему вот так вот руки за голову, делая вот такой треугольничек. Защелкиваем, чтобы можно было ворочать. И как только уголь подернулся пеплом, выкладываем. Ворочаем туда-сюда каждые 3 минуты до полной золотистости и полной готовности. Как только крылья стали вот такого цвета, они точно готовы. Кто-то скажет, подгорели? Нет, дело в том, что мы добавляли туда мед. Вываливаем крылья. И можно немножко нарезать петрушечки. Но это не обязательно, это уже не для ленивых. Само собой, крылья абсолютно готовы внутри. Также такие крылья прекрасно получаются в духовке. Это просто прекрасный вкус. И на маринад вы тратите 5 минут. По факту под пивасик лучше ничего и не надо. С вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Делай проще. Ты что, не ленивый что ли? Ну и ставьте пальцы вверх. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!